Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 121. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного феофилакта. Трехтомник у нас вышел. Каждый том 752 страницы. Показать как выглядит с закладками. Это второе у нас издание. Вот такие книги. Книги эти мы далеко распространили. Показывали как-то библиотеку президента Российской Федерации. И стоят эти книги у него. Я дарил их себе патриарху. Папам завез лично. В Ватикане были. И 280 иллюстраций цветных. Гюстава Дарея 297 комментариев. Считает Никита Колесников. Евреям 12.2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Что-то отключили на стиле. Пренебрегши посрамления и воссела десну и престола Божия. Толкование. То есть, если мы желаем научиться подвигу терпения, то будем взирать на Христа, как и учащиеся искусством на учителей. И чем он сам говорил, научитесь от меня. Матфея 11.29. И снова, если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? И ученик не выше учителя. Матфея 10.24.25. Что же значит слова начальника и совершителя? То есть, сам Он и веру изначально внедрил в нас. Ибо не вы Меня избрали, но Я избрал вас. Иоанна 15.16. Сам же Иус совершает, чтобы вы обладали верой совершеннейшей. Ибо Ему можно было и не пострадать, и не умереть, будучи безгрешным. Но Он не подлежал смерти, что и Сам говорит, идет князь мира сего, и по Мне не находит ничего. Иоанна 14.30. Итак, если бы Он не желал, то не был бы распят, о чем и Сам говорил, имея власть отдать жизнь Мою. Иоанна 10.18. Однако Он претерпел крест, то есть не просто смерть, но постыдную, и пренебрег позор такой смерти. Не сказал, пренебрег печаль, ибо Он без печали понес это. Видишь ли, конец терпения, куда наведет, что и в другом месте сказал, посему и Бог превознес его. Филиппийца 2.9. Говоря относительно плоти. Итак, Он может и нам воздать за притеснение ради Него, ибо престол одесную показывает равенство Его с Отцом. Евреям 12.3. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими толкование. Если кто помышляет о страданиях подобных же себе рабов и получает достаточное утешение, то сколько более размышлений о страданиях владыки, претерпевшего такое поругание, то есть насмешки поношения, удары по лицу. То, что противоречило учению Его. Но что противоречило? А то? Да. Нет. То, что противоречило учению Его. Да, да. Крики у Пилата и, наконец, крест. Выразительно сказано такое, то есть терпя до смерти, и при том с разбойниками, и при том от грешников, очевидно, язычников или и самих иудеев. «Размышление о Христе возвысит души ваши и восстановит нервы и не даст ослабеть и прийти в отчаяние при притеснениях». Евреям 2.12.4 «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Толкование. Два вида утешения, противоположные друг другу. Один, когда кто-либо говорит другому, «Ты много потерпел, помни об этом». Другой, когда говорят, «Ты еще не претерпел ничего великого». Первый ободряет усталую душу, имеющую многих свидетелей от страданий ее. Другой смиряет душу, намеревающуюся возвыситься и возбуждает беспечную. Павел пользуется теперь обоими этими видами по отношению к евреям. Ибо сказав выше, что выдержали великий подвиг и страданий, евреям 10.32, и убедив их подражать самим себе, теперь напротив показывает, что они еще не совершили ничего достойного похвалы, дабы не возгордились. И обратив внимание на его мудрость, напомнив о ветхозаветных святых, перенесших такие великие страдания, и о самом Господе, потом показывает, что их скорби ничтожны. «Ибо, — говорит, — вы не дошли еще до смерти, вы терпите преследование и хищение имущества. Христ тоже дошел до смерти». Словом, сражались показывает, что хотя грех чем-то сильно и противодействует им, но они остаются твердыми и сильными в борьбе. Правда, еще не в благоприятной, но довольно легкой. «Против дьявола, который есть самый грех, как изобретатель и наставник ему, или против того же самого греха и позорных страстей его, враждебных и губительных для нас». Евреям 12.5 «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя». Толкование «Вы настолько опустились и ослабели, что забыли даже и речи, призывающие вас к мужеству, хотя еще не претерпели чего-нибудь великого. Ибо великие и достойные похвалы страданий часто производят забвение необходимым. Ибо Соломон говорит не собственным сыновьям, но всем, могущим слышать, разумеется, и вам, поэтому прибавляет «как». Итак, искушение посылается Богом. Если же Богом, то без сомнения для нашей пользы. Ибо ли самому Ему угодно прежде подвергнуть нас искушениям, чтобы тем избавить от грехов, или допускает их для испытания и для больших наград? Евреям 12.6 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает полкование. Из числа любимых Богом нельзя найти такого, кто был бы без скорбей. Но вот, не подвергается ли бичеванию разбойники и воры? Итак, не они ли сыны? Нет. Ибо не сказал, что всякий бичуемый сын. Но всякий сын подвергается бичеванию». «И поэтому ювенальная юстиция – это прямо от сатаны. Что для ребенка нельзя наказывать, сказать ему нельзя ничего, он вытворяет что угодно. То есть готовит манкуртов, чтобы они ничего не знали божественного и страха не было. Вложи страх твой в бичеванию. Нет такого отца. Это не отец совсем. То есть это просто самец в семье живет. «Итак, разбойников бичует не как сыновей, но их наказывает как злодеев. Сказав же здесь наперед, что наказывает, потом прибавил, бьет. Для того, чтобы бичевание сына ты понимал не в смысле мщения за зло, но в смысле научения. Которого принимает, то есть которого допускает к себе, принимает чаще сравнительно с другими. Которого приближает в качестве близкого друга. Евреям 12.7.8 «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Толкование. «На примере тех, о коих они думали, что они оставлены Богом, показывает им, что они составляли для Бога предмет попечений. Ибо если бы вы были чужды скорбей, то оказалось бы, что вы незаконные дети, а не сыны. Ибо какой отец печется в воспитании и целомудрие незаконных сыновей? А так как вы подвергаетесь притеснениям, то поэтому жизнь ваша является целомудренной и воздержанной». «Слава Иисусу Христу!» «Как и все вышеуказанные, очевидно праведные, кои и сынами Божьими были бы наименованы. Очевидно, этому не противоречит и то, что Бог поступает с вами как с сынами, и печется вас, чтобы вы, будучи невоспитаны, не отпали, и чтобы Он за это не лишил вас ненаследства». Евреям 12.9. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Толкование. «На основании их собственных обстоятельств снова показывает, что необходимо терпеть. Ибо если, когда Отцы по плоти наказывали нас, мы не осмеливались отступать, но, подвергаясь стыду, терпеливо переносили все, что они причиняли нам, то тем более теперь, когда Бог наказывает нас. Смотри же, не сказал «будем терпеть», тем более, но должны покориться, показывая, что не терпеть скорбей – дело противника и врага Божия. «Отцу Духов, или даров, или бесплотных сил, или, что и ближе всего, Отцу Душ, ибо противоположность плотским отцам назвал духовным, и прибавил, чтобы жить, с целью показать, что тот, кто не повинуется и не живет, ибо он вне Бога, который есть в жизни». Евреям 12.10 «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его толкования. По своему произволу, конечно, то, что приятно Отцу, не приносит пользы сыну, ибо многие учат и по стыдному для немногих дней, ибо они не могут во все время воспитывать нас, чтобы сделать совершенными. Ибо или смерть Отца, или возмужалость, или жестокость Сына останавливают воспитание. Бог же, всегда воспитывая, может сделать совершенными. Бог же ведет воспитание к нашей пользе не с тем, чтобы получить от нас что-нибудь, но чтобы еще более приобщить нас к Его святости, то есть чистоте Его. Так, чтобы, говорит, мы, сделались способными к восприятию благ Его. Итак, воспитание есть при общении к святости. И совершенно естественно, ибо обращая душу к святому Богу, не позволяя ей обращаться к чему-нибудь человеческому». Евреям 12.11 «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Праведности. Праведности. Да, да. На одинаковый тон переноси. Прямо в конце у тебя съезжаешь на нет. Люди не услышат слова эти. Так, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Да. Толкование. «Опять от общей мысли взял повод убеждению и говорит, «Всякое наказание, и Божие, и человеческое, кажется не радостью, а печалью. Прекрасно говорит «кажется», ибо в действительности не печаль, ибо как было бы оно собственно печалью, будучи матерью радости? Но по отношению к нам, с недовольством, относящимся к воспитанию, сказано «кажется», что значит «мирный», то есть непоколебимый, легкий, приятный, ибо печалящийся чувствует смятение, а радующийся чувствует некую легкость и спокойствие. Это же плод правды, потому что Бог, будучи праведным, успокаивает там опечаленных в этом веке. Смотри же, что воспитание называет упражнением, так как оно укрепляет верующих и делает их как бы атлетами и более твердыми. Итак, для чего вы избегаете того, что укрепляет души ваши? Евреям 12.12 Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Толкование. Говорит, как бойца-миротоборцам из Писания же Исаии, Исаии 35.3, взял он это, показывая через метафору главнейших частей, что вы все ослабели душой. Ибо руки – символ деятельности, ноги же движения. Итак, у того, кто впадает в уныние, сначала душевные органы, а затем последовательно и телесные ослабевают. Евреям 12.13 И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Толкование. Здесь как бы скороходом говорит, как я выше сказал, с терпением будем проходить. Итак, говорит, стези правы сотворите, в русском переводе ходите прямо ногами вашими. Стезя же, или след бегущей колесницы, отпечатлевающейся на земле, колея, примечание редактора, или место находящееся под ногами бегущих. Итак, говорит, да будут стези ваши, или пути ваши легкими и ровными, то есть да не будет ничего грубого, и скорбного, и неровного в душах ваших, но прямо без печали и легко ходите, дабы хромая, то есть по природе, будучи настроены слишком малодушно, как иудеи, ибо такого этот народ, или хромая относительно веры в будущее, не были принуждены блуждать, и через то не были бы совращаемы с пути ноги ваши. То есть не сделались бы вы совершенно лукавыми, ибо тот, кем обладевает естественное, или вначале случайно приключившееся малодушие, не укрепляя себя, но все более и более подаваясь ему совершенно незаметно доходит до крайней степени отчаяния. Так что отсюда трудно становиться удержать его. Становится удержать его. Но постарайтесь, чтобы скорее исцелилась хромота ваша. То есть, если вы доселе имеете какое-либо неверие, то скорее справьтесь, ибо разве место неверию терпеливым? Смотри же, как явно вводит мысль о покаянии, и заметь, что это ради новоциан. То есть, говорит и одновременно прилагает к тому, какие были еретики. Вот мы считаем, когда мы видим, вот это вот к этим и относится. Когда мне первый раз дали в руки Евангелие, Новый Завет, я был в это время на корабле, первый раз, первый раз, считаю, никогда не слышал. И у меня тетрадь, полную тетрадь заполнил. Пишу, вот это мне, вот это отцу я пошлю, напишу, перепишу. Вот это брату, вот это маме, вот это тетке, вот это себе. Половину тетради я нашел себе. И сохранилось у меня где-то в переплете. Это первая страница моих конспектов. И не конспекты, и то, что я указал, только местоописание. Теперь я все их переписывал, целые чемоданы бумаги. На корабле находил время. Такой Бог дал огонь внутри меня. Друзей было там 30 с чем-то, всем написал. И когда я писал, то я все время представляю на тех людей, как они будут читать. Почти печатными буквами писал. Говорят, как на гребность. Брат у меня в армии. А как писать? В открытке. И на каждую открытку тонкая бумага наклеивал. И всю псалтыр печатными буквами переписал. Где слово Господь, там тушью красной, Бог красный. Полностью 150 псалмов. В тюрьме сидел. Глаза там трудно видеть где-то. Бумаги доставили все-таки. Снова переписал крупным шрифтом полностью псалтырь. Ну ты же ни разу ни одного псалма не переписал. Мы неравные. А почему, говорите? Потому что по мне это проехалось. Оставила след колесница. Ты к этому приглядывайся. Ни разу даже ничего не гляжусь, сидят, слушают, не пишут. Все время на занятиях. Это я говорю. Не пишешь, это уйдет. Кирилл и Мефоний посланы были благовествовать русским людям. И первый вопрос задали. А у них письменность есть? А ему говорят, нету у них письменности. Ну какая-то была, но... Он говорит, это писать вилами по воде. А сейчас грамотные. В школе учились и что-то считают, по интернету ходят и ничего не записывают. То есть по самому легкому идут, где не надо участвовать. Ты что, набираешься оттуда? Тебе это надо в жизни? Нет. Ну научись правильно считать. Запоминай местописание. Как правильно считать? И у тебя начнется сразу продвижение вперед. Бог-то за нами наблюдает. Сегодня ты считать можешь, завтра язык не будешь шевелиться. И кому еще оставишь? Я говорю, ни письма. Каждый год я отправлял не два письма. Не два. 1200 писем. Каждый год. Написать конверты. И не считал ни за какой труд. В ином письме бывало до 10 листов. Под копирку и все это печаталось. Каждому архиерею посылало крещение. А сейчас начинает говорить кое-кто так вспоминает. А вы нам писали. Да, писал. Ни с места не трогаться. А сейчас купель начинает строить. Вперед. Евреям 12.14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Толкование. Что выше сказал, не будем оставлять собрание своего евреям 10.25, это и теперь делает, приводя к любви. И убеждает быть в мире не только с друзьями, но и с врагами. Ибо говорит, если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12.8 Если же будете иметь такое настроение, то при притеснениях не будете малодушевствовать. Обрати внимание и на слово иметь, то есть старайтесь, привлекая к себе самим, крепко держать мир и людьми, находящимися далеко. Привлекая к себе самим. Прямо умирает, когда скажешь, а что вы о себе говорите? Ну, а тебе что я могу сказать? Покажи веру твою, прямо указание. Без дел твоих. А я тебе покажу веру из дел моих Яков, Для чего это увлекает, привлекает людей. Вот вчера только одна позвонила, 30 лет назад. Оказывается, а что вы от меня получали? А какие-то записи, книг не было, газетных выдержек не было. Но она припомнила в Магадане, стала монахиней и вчера звонит. Звонит, услышала, что батюшка, как она узнала, что он болеет? Вот как Бог делает. Я София такая-то. Ты меня помнишь? Я говорю, ну напомни, какое событие. Ну вы мне давали? Да я всем давал, отовсюду люди ехали в советское время. 30, может, с лишним лет назад. И в то время можно было работать? Можно. А как? Не знали, следили. Бывает так, сядем где-то, договаривались. Вот мы сидим, ну, проспект, машины идут, а посередке там деревья растут, скамейки, можно сидеть. И мы садимся, и листики бумаги чем-то придавили, а потом встаем, вроде забыли, и ушли, а кто сядет, возьмет. Потому что за нами наблюдали. Наблюдали. Все время. Ловили, сажали, но все равно старались находить как-то. Утром встают люди, а где-то у них маленькая какая-то записка, в ящик бросить, распространять. В письменном виде. Письменного нету, ты услышал и забыл, а ты можешь поднять и считать. Сколько говорю, записывай. Посмотри на наших фотографиях в прошлый лет, когда я в университетах преподавал. Кто-то пишет, сидит, а он сидит все время вот так, и ничего нет. И кто не писал, ничего нет у них. Они все время выходят в коридор с оглашенными. Уже 15 лет, а другой даже больше намного, больше, и так и выходит в коридор. С места не сбегается. Его выгнать не за что. Десятину он платит. Не нарушает ничего. У нас движения никакого нет. Вот и весь ответ. Записывай, приучи себя. С детства не приучили это, ничего нет. Я рассказываю. Отец Кирилл Сахаров был. Член Союза писателей. Архимай, это, Югумен. И с утра до вечера он говорит, вот встаем мы, позавтракали, и он со мной ни на шаг не отставал. На магнитофон. Если магнитофон сломался руками, так, подожди, что ты сказал? Он сразу раз себе записывает. Посмотри, какие у него выходят воспоминания книги. Дословно. Его подправлять не надо нигде. А приехал писатель Быков, ничего не записывает. Почему? А он запомнит. Все переврал. Чего не было говорено, все написал. Записывать надо и повторять повторение, тире мать учения. Мать, ты мать отверг. Поехали. И святость, то есть чистоту, если кто безбрачен, сохраняя девство. Если же в браке, то целомудрие. Не потому, что брак есть в святыне, но потому, что вследствие законного отношения сохраняет неповрежденные святыню от крещения. И мы не блудники, не прелюбодеи, не изнеженные, не наложницы, мужчин, блудницы или сожительствующие с мужчинами вне брака. Примечание редакции. Не наследует царствие небесного. 1 Коринфянам 6, 9, 10. Как и Господь говорит в Евангелии, блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5, 8. Евреям 12, 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие толкования. Подобно тому, как некто, проходя длинный путь в сопровождении множества людей, говорит, смотрите, чтобы кто-нибудь не отстал, ибо я стараюсь не о том, только чтобы не сбились, но чтобы вы не сблизились, а, чтобы вы не сблизились, но чтобы вы за другими наблюдали, то есть навещали, узнавали, разведывали, что касается немощных. Если бы и один оказался последним, то чтобы и им не пренебрегали. Веру же и доброе поведение и будущее благо называют благодатью Божией, ибо все это от благодати. Это находится во Второзаконии 29, 18. метафору же он взял от растений. Слова-то эти не знают, а я буквально понимаю, ну, значит, глупо, не понимаешь совсем. Метафора, это только сразу, ну, написано, на столпах земля стоит, никаких столпов нету, спитака прокинутый, 120 тысяч сразу в первые 11 секунд погибло. Метафора, это всего лишь только метафора, сравнение, что Бог установил ее крепко. Я копаю колодец, все время дивлюсь, вода течет везде, ну, как она не размывает жижу-то? Вода идет и идет и идет, сколько лет копаем, в другой раз из колодца выкачать нельзя насосом. Ну, ведь она-то, вода-то, она не просто так над ней, а прямо над глиной касается. Почему она не разжиживается? А когда колодец копаем, она в жижу превращается. Тайно. Вот сегодня, если вода имела это свойство, а она этого свойства как-то там теряет или как, все, все дома, все провалились, и мы бы ушли куда неизвестно. Надо научиться удивляться, как это все сделано. Любое вещество при морозе сжимается. Любое, кроме воды. А почему? Так если бы она сжималась, она тяжелее будет, она на дно, следующий слой, и любой водоем за зиму промерз бы. Ни рыбы, ничего не было. А наоборот, лед делается, как панцирь, как поплавок плавает. И воздух в нем какой-то нет. Ну почему? Тайно. По сегодняшний день говорит информация какая-то от древности заложена. Бог. И все на этом отмечу. Нельзя это понять. А как так? Солнце на таком расстоянии вокруг земля и не падает. Ну уже открыто все. Ты только согласись с этим. Бог. И больше я ничего не могу ответить. А понимаете, да никто не может понять. Если это притяжением луна дальше не отходит, а сто сто двадцать пять тысяч километров, то почему она не притянется к земле целиком? Оказывается, ее и Питер притягивает, Сатурн, Солнце, как на растяжках она находится. Боже, это ты творил, ничего не было и, прости меня, Господи, придумал. Придумал Бог это. И как говорит, Дух Божий носился над водою. Первое творение. Что это? Бетекс объясняет так. Когда инженер задумает что-то делать, он говорит, руки заложит за спину, ходит, думает. Вот так как бы, метафора, Дух Божий носился, то есть обдумывая, как сделать. Как эти перышки у птиц. Вот мы знаем, липучка такая вот, что-то раз прилепил, ну, пояс там, или бывает на аппаратуре где-то. Так на одном перышке у голубя вот этих зацепочек 75 тысяч. И каждую зацепочку Бог сотворил. И она по наследству передается. И можно выводить породу, отбирая то, что тебе нужно. Боже, и я жил в этом мире и не понял ничего, и умер теперь. Да зачем же я жил? Люди, которые начинают чем-то заниматься, один шмелями занимается. У нее вся жизнь прошла на этом. Вчера я смотрел, с гориллами занимается. Японец приезжает туда на Ямайку и сколько? 30 лет. И государство отпускает деньги, он издалека наблюдает, говорит, ближе 20 метров нельзя подходить. И как они переходят, и где-то оторвал леопард одному руку, и как он с одной рукой лазит, и они его не бросают, и он отстает, он кричит ему, отец заботится, о нем. Я бы никогда этого не знал. Другой совами занимается, показано, как совы летают, как он делает упражнения с ними, в какое время, где и как. Удивительно, а иной с шершнями, всю жизнь, ни день, ни два. Другой с белыми какими-то журавлями, где-то приамурскими. Иной тиграм посвятил, жизнь целиком. Другой с самым маленьким каким-то исследованием под микроскоп. Господи, какой ты дивный, каких людей у тебя, да всякие. А мне что открыто? Кому я что открыл? То только на готовое жил. Блажение давать, нежели принимать. Что дают? Изобретение. Ну, маленько-то кирпич этот размолоти. И ты увидишь, сколько есть людей, с чьими трудами им пользуемся. Как трудно было электричество это придумать. Как трудно было то, что мы видим строить стекло и прочее. Типа бумага, типографская краска. Ты это сделать можешь, нет? Ты можешь сам сделать такую книгу? Нет. Рисунок можешь, нет? Это кто-то до нас сделал. У меня нет изобретательского таланта. Но Бог дал мне это понять, что я ничто. Я ни хлеб не могу размолоть, это пшеницу. Ну, ничего не могу. Но самое важное для всех специальностей, какие в мире есть сельское хозяйство. Без еды нет, в районе человек ел. А второе? Второе текстиль, одеться, долгоженое. А третий выгнал, стали искать пещеру, где-то жить, строительство. Все остальные позади. Ты, хотя и это пойми. Конечно, самое нужное сеять, кормить. Так. Вперед. Что говорит в другом месте малая закваска заквашивает все тесто, Галатом 5.9. То говорит и здесь, чтобы кто-нибудь лукавый не был допущен на погибель большинства. греха. Отсеки корень горечи. То есть греха. Чтобы не дал ростков. То есть, чтобы других не сделал такими же. Вот ты сам это веришь в глупости всякие. И теперь других заражаешь этим. Ну, все ж тут непонятно-то. Вчера мы как раз написали, это горизонт один. За горизонт скрывается, нет, надо что-то придумывать. Ракета ударилась, там твердое что-то упало назад. Ну, вот как раз только к Крашенинникову идти туда, этому отроку. Больше некуда. Лживое к лживому идет. А один раз ты это услышал, других такими не делай. Это зараза. Бог накажет за это. Это дух лжи поселяется. Вчера мы стронули в одном месте. Держись за это. Я предлагаю эту вещь невероятную. Сделать двухметровую эти, поехать на Байкал и сделать это. Жить негде. Зима я поеду. Чтобы одну душу вырвать от сатаны и из уз лжи. А кому не говорили? Никогда. Потому что сильный демон подсажен здесь. Все на лжи основано. И я поеду. Буквально вот сейчас сказал, без завтрака, без завтрака поеду на Байкал. Чтобы доказать за горизонт земля круглая. Она круглая, она шар. И далее. А что грех горьк, что нет ничего более горького. Это знали те, кто после совершения его угрызается совестью. Заметь, не сказал горький корень, но корень горечи. Ибо горький корень может приносить сладкие плоды. Но корень горечи, то есть источник и причина этой самой горечи, примечания редактора, не может принести когда-либо сладкий плод. Ибо, видя нечестивых, легкомысленные вступают в соревнования с ними. И таким образом соскверняют души. Итак, пусть будут вырублены такие корни. Вырублены, вырваны корни лжи должны быть. Они так, а кому какое дело? И сатана уже, я пошел пока навстречу, не будем об этом говорить. Ты бы сказал, тут я маленько начинаю сомневаться. Давай об этом говорить еще раз. У меня целое сокровище по каждой теме. Уже 10 пунктов, по которым заблокировано. Меня трогать нельзя по этим пунктам. Не то, что я бы отказывался. А что можно сделать? Ничего нельзя. Ожесточившийся брат неприступной крепости. Ее нельзя, сатана. У него целый там гарнизон. Мы даже, мы-то рассуждаем на уровне таком, да ладно, да не надо, да и мне, за какая разница, влияет на спасение, нет, еще себе, гарнизон лжи, влияет или не влияет. У тебя все в лживом свете идет, человек. Я не говорю конкретно о ком. И все на этом сегодня. Монор 122.